Друзья, всем привет! Грядет интересное видео на канале, но перед этим нужно изготовить мощные батарейки. Вот то, что я сейчас держу в руках, стоит примерно 40 тысяч рублей, потому что эта батарейка на 40 тысяч миллиампер часов. Для сравнения я просто обязан вам показать обычную батарейку на 12 тысяч миллиампер часов. Это, кстати, тоже довольно таки большая батарейка и выглядит она вот так в сравнении. Представьте себе, стоит такое дело около 10 тысяч рублей. То есть это я к чему? Что накупиться вот таких элементов и наделать батареек весьма непросто, потому что ну это просто нереально дорого все. Скажете, вы эко не видали? Обычная аккумуляторная батарея для автомобиля там и 55 тысяч и 70 тысяч бывает. Да, но дело в том, что она как бы немножко побольше, чем эта батарея и всего лишь на 12 вольт. А эта на 25 вольт, потому что это, ребята, 6s. О чем же это видео, если ты, Игорь, нам уже показал готовую батарейку? Да дело в том, друзья, что мне как обычно надо не 25 вольт, а 50 вольт. Поэтому сегодня будем делать вторую такую же батарейку. Да и это еще не законченная. В итоге у нас получится две батареи на 40 тысяч миллиампер часов и на 50 вольт. Несколько месяцев назад вы уже могли лицезреть вот эту вещь. Когда я ездил в гости к Дмитрию, Дима мне подарил вот эти элементы. Элементы не совсем простые. То есть они уже, скажем так, с какой-то бывшей в употреблении техники, но они свежие, хорошие. Кстати, мы еще будем это все делать тестировать, смотреть, изучать. Если к вам в руки попадут такие элементы, у вас могут возникнуть некоторые небольшие проблемы с их соединением. Потому что здесь одна пластина крепежная медная, а вторая алюминиевая. Как же их скреплять? На самом деле есть один очень простой метод и мы ничего особого выдумывать не будем. Будем делать по этому методу. Кстати, с завода все это дело скрепляется, видите, какой-то точечной сваркой. Вот две пластины соединяются медь с алюминием. Именно вот так как-то их прижигают, приплавляют и оно потом держится. Я много раз видел на заводских батареях, почему-то именно всегда один электрод алюминиевый, другой медный. Ну так значит так. Но мы будем крепить по-другому немножко, потому что так не умеем по заводу делать. Мы закрепим так, как мы умеем и так, как любой умеет и любой сможет. Вот об этом собственно и видео. Будем делать вторую такую батарею, потому что не могу показать вам одну очень интересную вещь, где нужно много мощности. Итак, вступительная часть закончена. Теперь приступаем к практике. Как же нам скреплять вот эти элементы? У меня их в наличии 6 штук. Ой, хорошо и коробка освободится Димона. Классные вот эти коробки, что-либо в них хранить. Видите, Дима еще поднасыпал литий-ионных батареек. Эти, кстати, я не знаю пока что, какие-то ли они литий-полимерные, то ли литий-ионные. При такой мощности, в принципе, это не сильно важно. Даже литий-ионные будут отдавать огромную мощность. Здесь вот есть некие небольшие потертости, но вроде бы ничего не пропускает. Я их уже несколько раз пробовал, напряжение держит. Давайте еще раз попробуем и посмотрим, какое у них напряжение. Так, вот видите, 3,7 вольта ровно, 3,8 вольта. В общем, здесь довольно-таки стабильное напряжение и это очень хорошо. Все, батки в рабочем состоянии. Аж страшно представить, сколько же здесь можно высвободить зараз энергии. Даже если они литий-ионные на каких-нибудь 5С, то 5U4 это 200, это уже 200 ампер на постоянку можно с них брать. Но 5С вряд ли. Обычно 10 и более, а 10 это уже 400 ампер. А если это литий-полимерки и они могут 25С, например. Ой-ой-ой, это уже 1000 ампер. Судя по электродам, похоже на правду, что здесь очень много ампер. Итак, проверяем плюс-минус. Да, все сходится. Для дальнейших движений нам понадобится две вот таких пластины алюминиевых. Надеюсь, хватит. Далее ножницы по металлу. Можно их заменить болгаркой или чем-то похожим. Шуруповертик и сверлышки. Пока вроде бы все. Нарезаю пластины. Выбрал дюрал, она более твердая, пружинит, не проминается так, как обычная люмишка. Это будут наши прижимы, друзья, если вы еще не догадались. Крепить один элемент к другому буду механическим способом. Без всяких сварок, спайк и прочей ерунды, связанной с нагревом. Первую батарейку, честно говоря, я давно сделал, но она меня как-то так утомила, что к следующей приступил только спустя пару недель. Сейчас я уже буду сразу нарезать все пластины, а не по одной. Делать все конвейером и очень сильно надеюсь, что это быстро соберется. Получилась вот такая небольшая кучка железок. По моему плану нужно просверлить в каждые три отверстия. Постараюсь просверлить одним махом, чтобы опять же конвейеризировать процесс. Для этого зажал в тисы и без всяких проблем сверлю шуриком. Соблюдая параллельность сверления. А среднее отверстие нужно будет точно измерить и просверлить, чтобы посередине оказалось, а не где-то там смещённое. Вот что мы имеем. Быстро и качественно. Теперь можно соединять элементы механическим способом. Как обычно, все делается плюс на минус. Главное не замкнуть ничего нигде, иначе это будет жесткая фаталити. Элементы предварительно соединю каптоновым скотчем. Двухсторонним пользоваться не буду, потому что если вдруг когда-нибудь один элемент выйдет из строя, то его будет очень трудно извлечь, если вот здесь двойным скотчем наклеивать. То есть эта пленка легко от внутренности отстаёт. Появляются пузыри какие-то. Можно, если аккуратно, даже ножиком прорезать, если пытаться срезать. Таковы мои мысли. Лучше я потом эти баты в какой-нибудь корпус запихаю, чтобы жесткий был. Чем буду вот так исполнять? Иначе это будет уже все не ремонтопригодно. Уже проверено много раз. Много раз я с такими уже вещами сталкивался, только в меньших размерах. И вот дошло дело до гигантских батарей, друзья, чему я несказанно рад. Такая мощная батарея точно мне понадобится. Уже даже есть куда, но я буду и в дальнейшем ей пользоваться. Можно вообще начать сборку с силовой цепи. Возьму провода 8 АВГ. Сильно насиловать эти баты я не хочу. Думаю, таких хватит. Они выдерживают довольно-таки большой импульсный ток. Думаю и тысячу ампер могут выдержать. Ну конечно импульсный, не постоянный. Здесь силиконовая изоляция, могут сильно греться и при этом не прогорать. Внутри больше тысячи волосинок медных. Так как на минусе медь, можно прям взять и припаять сразу. Заодно буду припаивать и балансировочные провода. Взял вот тут у друга. Ограбил мастерскую, взял немножко проводов подходящих. Благо они у него есть. А то уже начала бы появляться мысль что-то колхозить. Начинать с обычных проводов. Но нет, друзья, надо только в силиконовой изоляции использовать. Они во-первых офигенные. А во-вторых, они термостойкие. Вообще одни плюсы у них. Вот так оно выглядит. Здесь больше тысячи волосин. Медных жилок. Использую самый мощный паяльник, какой у меня только есть. Он даже светится в темноте от красноты. Капнул немножко кислоты, чтобы быстрее происходило спаивание. Быстрее и качественнее. Что-то флюсом я долго гонял, гонял, не хочет пропаиваться. А греть вот это место нежелательно. Друзья, подскажите, почему у меня тусклый припой? Паяет вроде бы хорошо, но он мне не нравится. Что с ним не так? Вот он когда кристаллизуется металл, становится не блестящий, а тусклый. Некрасиво. Ох, как вбирает тепло сразу резко. Ну немножко припаял. Мне кажется, вы давно уже не видели, а точнее может быть никогда не видели, чтобы кто-то работал паяльником вот с таким жалом. Оно тут у меня все больше и больше отгорает. Я его не трогаю, ибо оно работает. Оно такое короткое, чтобы могло паять мега толстые провода. Почти такие же толстые, как и жало. Ну что ж, идем дальше. Вот этого электрода мы боимся, а вот эти два нужно перемкнуть между собой. Соединить и зафиксировать. Я думаю, вы уже все догадались, как это делается. Делается очень легко и просто. Берется две пластины, довольно-таки прочных. И вот так все соединяется через отверстия. Я буду крепить болтовым соединением. Остается небольшой кусочек медной части, на который буду припаивать балансировочный провод. И так соединю всю батарею воедино. Получится классная, мощная, надежная батарейка. Берем подходящие винтики и вперед. Воспользуюсь все тем же наборчиком, который я показывал в прошлом видео. По комментариям я понял, что многим он также нравится, как и мне. Ну а тем, у кого его нет до сих пор, друзья, я могу дать ссылку в описании. То есть уже все проверено. Вещь не фуфло, судя по комментариям. Так что могу смело давать ссылку. Не только одному мне нравится этот наборчик. Он, похоже, сейчас в топах. Закручиваем. Вот, друзья, что в итоге-то и получается всего-навсего. Можно здесь еще фиксатором резьбы намазать. Вот это я, как и говорил, сейчас отрежу алюминиевое. А медное можно загнуть. Классная технология. Это мне вообще-то Дима подсказал сразу, когда подарил эти элементы. Подсказал, как их можно скреплять. Люди так делают. Но я думаю, не все знают об этом. И у многих возникает вопрос, а как же алюминий с медью скреплять? Ну вот как-то так, по-простому можно это сделать. Я думаю, на меньших батарейках меньшего масштаба это тоже все прекрасно работает. А вот это, даже если кто-то скажет, что это реклама, это к сайоми виха набор, то есть и та и та фирма серьезная. Даже если кто-то скажет, что это реклама, пусть попробует сказать, что вещь плохая. Вещь очень хорошая, друзья, и я рекомендую такой набор. Еще мечтаю купить набор на электротяге, чтобы электричеством выкручивать. Очень есть классные, удобные, но они под десятку стоят. Пока что дороговатенько, друзья. Но когда-нибудь куплю и такой классный инструмент. Эх, люблю я инструмент, ну ладно, мы продолжаем. Потихонечку довожу до ума, осталось по факту разъемы только подцепить. А так все готово. Вот так это выглядит теперь, друзья, видите, здесь заизолировано. Сейчас вставляю поролоновые вставки, которые будут защищать от короткого замыкания. То есть если вдруг что-то произойдет, форс-мажорная, то они дополнительно защищают. Здесь надо бы применить какие-то хорошие материалы, которые специально созданы для сборки батарей. Но у меня таковых в наличии нет, поэтому приходится такую изоленту. Это, кстати, изолента. Такую вот широкую использовать и обычный скотч. Сделаю разъемы и вторая батарея у меня уже будет готова. Получается, если здесь 40 ампер часов, то общая мощность батареи примерно будет 2 киловатт часа. То есть целый час может 2 киловатта выдавать. На моей бэхе 200 килограмм или там 150 килограмм свинцовых батарей. Кто еще помнит бэху? Вырабатывали где-то 3 киловатта энергии. А здесь всего лишь две вот таких батарейки. Весит где-то 10 килограмм примерно и будет 2 киловатта выдавать. Отлично! Ну вот, теперь точно все готово. Основные клеммы реализовал следующим образом. Использовал разъемы XT90 на 90 ампер, но я их использовал вот так. То есть теперь ампераж у них удваивается, потому что один разъем используется на один провод. То есть два контакта будет сразу. Плюс к этому можно соединять последовательно. То есть делать соединение плюс на минус. Вот так. Всё. Главное теперь вот так не сделать. Это будет нечто потрясающее, друзья. Но это надо делать в каких-то крагах сварочных и в сварочной маске. Иначе дуга будет вот такая и вообще все будет очень жестко. Давайте проверим балансировочный разъем, работает ли или нет. Вот так. Всё работает, показывает 23,4 вольта. 60, 40, 60, 50. Ну видите, требует балансировки батарейка. Здесь я немножко уже отбалансировал. Эту я разряжал, видите, 4 процента везде. Теперь, наверное, вас интересует, для чего же? Для чего же может понадобятся такие огромные баты и такая нереальная мощность? Вообще-то на моем канале много для чего. Но вот конкретно с чем я столкнулся, на чем я остановился. Сейчас я вам кусочек небольшой покажу и будем закругляться. Хотя бы краем глаза. Вот так вот. Вот так вот. Раз. Значит... Что-то ему поплохело что ли. Ладно, друзья, на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. 260 минут заряжается. Начинал с 0. Уже 28 тысяч залило, то есть почти 30. И при этом 23,8 вольта. То есть ещё где-то полтора вольта есть для зарядки. По-любому 40 тысяч закачается. Стартовал заряд с 4 процентов. То есть и вот на 100 процентах тысяч 40 точно будет. Игорь М Tahвилл, призовался, но и санные проповедью. Игорь Матвили, в общем и вбивár в месяц. Игорь Матвили, ведомый пообеду важный вопрос. Продолжение следует...